Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом Ильжи Александр, и что-то в последнее время на меня, как из рога изобилия, сыпятся различные интересные симуляторы, например, булочный магнат Начало, в который мы с вами сегодня и поиграем. И если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я начинаю, и как вы уже догадались, здесь я буду продавать хлеб, булки, квас и прочие разные вкусности, которые можно найти в ларяках. Кстати, нифига себе, а квас-то это лицкий, я его узнаю, я этот квас очень люблю, это белорусский квас. Вот он, вкусный, правда название здесь, конечно, незаметно, но ладно. Давайте осмотримся, что еще у нас помимо кваса есть в ларяке. Конечно же, это лаваш, который, ну, больше похож на какую-то булку чиабатту. Я не привык, чтобы лаваш выглядел именно так. Есть круглый хлеб, наверное, тоже очень вкусный. Есть хлеб просто черный. Газировка, что еще? Хлеб еще, он немного подгоревший, мне кажется. Но это добавляет даже некую такую изюминку, пикантность. И чипсы, водкерс, окей. А, еще холодильники есть. А в холодильнике у нас квас и молоко. Ну прикольно, если вдруг квас будет заканчиваться, можно будет добавить из холодильника. Ладно, давайте уже, наконец-таки, открывать наше заведение и радовать людей свежим хлебом. Потому что что может быть прекраснее, чем свежий хлеб? Обожаю свежий хлеб. Я уверен, все люди любят свежий хлеб. Ну что, людишки? Я тут как бы уже заждался. У меня самый лучший квас на свете. Самый вкусный, самый мягкий, самый хрустящий хлеб из всех, который вы можете найти в этом городе. Просто подойдите, скажите, Саня, дай хлеба. Я скажу, на, на, бери только денег, дай мне. Между прочим, можно будет наш бизнес еще всячески развивать, открывать новые хлебные точки, усовершенствовать этот магазин и даже рекламу закупать. В общем, много чего. Давайте посмотрим, что именно. Сеть магазинов. Новый магазин стоит 4000 баксов. Нет, что-то слишком много. Какие-то счета. Касса. Можно закупать лаваши, хлеба и прочие радости жизни. Ага, это мы уже видели. А, так в чем разница между... А, это управление ценами. Это не закупка. Окей, закупка у нас происходит в браузере. Что еще? Рекламная служба. Можно купить хлебопечку и самому начать печь хлеб. Но опять же, 3500 баксов. Ладно, пока на этом все. Пришел покупатель. У нас есть лаваш? У нас есть лаваш? Вкусные? Хе-хе. До свидания, дружище. И тебе до свидания. Ты хочешь квас, хлеб и лаваш? Окей, вот тебе квас. Словил. Вот тебе лаваш. А, и все это дело закушай хлебушком. Э, дядя. А, это не тот хлеб. Ему нужен ржаной. Горелые. На, 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 на. Заплатил, все. До свидания. Спасибо, дружище. Газировка? Да, конечно. Я если кину тебе банку прямо в лоб, ты ж не обидишься. Она холодненькая, сразу, ну, синяка не будет. Вы же понимаете, о чем я. А если присесть? Баскетбол. Поехали. И, ну, немножко не долетело. Ладно. Ну, хватает уже эту банку. Не может, ты не можешь протянуть руку? Не может, ты такой немощный? Лаваш. Блин, у меня скоро так все продукты закончатся. Ничего себе, наше заведение пользуется спросом. Что еще? Хлеб, газировка, круглый хлеб. Вот тебе хлеб, вот тебе круглый хлеб, и вот тебе газировка. Прямо в голову. Вот так. Попробую. И... Ааа, попал, отлично. Такс. У меня тут на полу валяется хлеб. Я думаю, никто не заметит, что он тут лежит, и я смогу его продать. Квасику захотелось. А если я попробую еще раз запулить его? Ай, молочага. Ой, молочина. Чувствую, пора поднимать цены на наши хлебобулочные изделия. И странно, что никто не хочет купить молока. Или, например, чипсов. Ну ладно, чипсы это вредная еда. А вот молочка со свежим хлебушком. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет ничего прекраснее. Опачки. А у продуктов-то есть еще и срок годности. Их надо вовремя реализовывать. Хорошо, я буду это знать. Рейтинг нашего магазина 3.16. Наверное, это хорошо. Правда, покупатели почему-то закончились. А еще ковер похож на верблюда. Да, действительно, это самый настоящий верблюд. Ну че, где все покупатели? Эй. Дружок. Тебе не хватает хлеба? Ты слишком худой поешь хлеба. Не слушается. Так, хорошо. Вот ты меня услышал. Получи лаваш. Завернешь туда сосиску, сырка, капустки, все дела. Эх, может быть даже шаурму дома сварганишь сам. Вариантов для использования лаваша уйма. Так, а это что за дверь? Ну-ка. Всегда нужно открывать таинственные двери. Итак, мы оказались где-то в помещении, похожем на склад. Тут у нас холодильники. Хорошо, в холодильниках пустота. Машины, в которых, скорее всего, будут привозить мне свежий хлеб и квасик. Ну и, в общем-то, больше ничего. На этих полках наверняка можно что-то хранить. Стоп, и... А где мой магазин-то? Там его нет. Здесь двери не вижу я. А как тогда продукты переносят в магазин? Ладно, это мелочи жизни. Плевать, как-то же переносят. Опа, телефон. Это значит прицеп, да? Я окажусь опять тут же. Нет, я оказался в магазине. Так, хлеб, 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 конечно, конечно. Вот тебе хлеб. Погодите. Ребят, дайте мне разобраться с моим складом. Квас, газировка. Я еще даже не научился магазином пользоваться. Все, больше никого нет? Да, отлично. Можно снова пойти на склад и посмотреть, что там происходит. Так, я нажал, когда выходил со склада, самый верхний пункт. И меня отправило обратно в магазин. А если я нажму второй пункт, что произойдет? Я снова в магазине. И чувак хочет две бутылки кваса. Вот тебе первая бутылка, блин. Ай, 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 как ее взять обратно? Ну протяни руку, сволочь! Как же ты меня раздражаешь! Ааа, квас неудобно продавать, друзья. Он не пролазит в это маленькое окошко. Хлеб. Хорошо. Вот хлебушек, это то, что нужно. Покупайте хлебушек. Не нервируйте. Опа. Продавцов. Не трепите им нервы. Они и так устают. Смотрите-ка. Вторая кнопка, похоже, заставляет грузовик подъехать напрямую к магазину и выгрузить сюда товары. Это очень удобно, наверное. Но как мне попасть опять на склад? Там еще была нижняя кнопка. Так, это на склад. Если я правильно понимаю. Да, это снова склад. Одна машина стоит возле двери. Это удобно. И еще. Список заказов. Люди, похоже, смогут заказывать большую партию хлеба. И мы будем должны ее доставить. Вовремя. Свежий. С молочком, я надеюсь. Ну, посмотрим. Окей, возвращаемся обратно в магазин. Прокупатели ждать вечно не будут. Ай, опять репутация упала. Хлеб. Ну, конечно. Ну, конечно. Получи. Надо. Друзья, прежде чем уходить что-то исследовать, закрывать вот эту форточку. И тогда рейтинг не будет снижаться. Не знаю, насколько сильно это влияет на покупателей. Но я пока не ощутил никакого влияния. 8168 баксов у нас на счету. И я могу заказать большую партию хлеба. Но большую заказывать не нужно. Он же пропадет. Вот в чем дело. Но все равно. У нас лаваш закончился. Так. Купим тогда лаваша. Стоит он 8, да? Куплю 10 пачек лаваша. Дальше. Круглого хлеба у нас тоже маловато. Тоже десяточку возьму. Сыр-косичка. Пиво. Ну, давайте пивка возьмем. Сыра-косички. Чтобы ассортимент был максимальный. Колбаска. Ой, со свежим хлебушком опять же. То, что нужно. Мука. Мука людям не нужна. Зачем им мука, если они могут купить хлеб у нас? Итак, без всякой там муки. Водяная батарейка. Тоже неизвестно, что это за хреновина такая. Страшно звучит. Газировка. Газировка есть вроде. Так. Лаваш 10. Круглый хлеб 10. Сыр-косичка 5. Пиво 5. Колбаса 5. Цена за все 406 рублей. Охренеть. Плюс доставка 36. Заказать. Половина денег потрачена. Давайте тогда взвинтим цены на нашу продукцию. Потому что, ну, типа, как-то... Я не знаю. Газировка на 2. Чипсы на 1. Хлеб на 2. Лаваш на 2. Круглый хлеб выгоднее всего продавать. Опять же, на 2 подняли. Сыр-косичка на 2. Пиво на 2. Молоко на 2. Колбаса вообще по 30-ке. Ну и сыр на 2. Хотя сыра у меня нету. Насколько я знаю. Может, где-то в холодильнике завалялся. Но я не видел. Так. Две пачки хлеба. Давай. Что? Собака! Я не... Так я пошёл вон тогда, если ты не можешь позволить. Ну, давайте. К сожалению... А ты чё? Да. Немного переборщил с ценами. Зачем мне? Давать возможность поднимать цены, если за эту цену никто хлеб покупать не хочет. Ну, хорошо. И на единицу снижу. Ну... Но не больше. Блин. Таким образом всех покупателей распугал. Ну, не хотите есть хлеб по 14 рублей? Будете есть хлеб тогда с пола. Вот и всё. Вы сами виноваты. Я вас не заставлял так поступать. Я не хотел бросать хлеб на пол. Хлеб это священный продукт. Это, можно сказать, наша плоть. Самый главный источник пищи. Многие-многие тысячелетия. Так, у вас есть кваса хлеб? Кваса нет. Хлеб есть. На. О, за 13 покупай. Это где квас? Нет, ну нету... А, есть. Слушай, братан. У меня есть квас? На. Хе-хе-хе. Порадовал, порадовал тебя, да? Я рад. Так, с хлебушек. Что упало на ковёр, то вообще не падало. Так говорится, да? Так. Всё. Так, ты. Ну хорошо, придётся мне, значит, отлучиться. Никаких покупок я тут не вижу. Отправляемся на склад. Посмотрим, произошли ли какие-то изменения там. Да тоже как бы нет. Может, в этой машине? Опа, действительно, смотрите-ка. Вопрос. Как теперь всё это добро доставить? Я знаю, как это добро доставить. Смотрите, что делать надо. Ужас какой! Мы должны 10 тысяч манипуляций произвести. Отменяем здесь грузовик. Дальше отправляемся на склад. Из одного грузовика перекладываем в другой. И только тогда мы сможем это подвести к нашему магазину. Довольно много лишних действий, но зато... Ой, хлебушек лежит тут, пожалуйста. Не то взял. Много лишних действий, зато теперь есть сыр-косичка. Ещё я ничего не вижу. Вообще. Так. Хлеб, хлеб, я не оставлю тебя хлебушек тут. Поваляйся немного в кузове. Это я тоже отправляю в кузов. И, конечно же, эти два ящика тоже окажутся в нашем кузове. Влазят. Замечательно. Как плотно крепится хлебушек к этим ящикам. Каким-то клеем или магнитом, я не знаю. Но оно держится, и это главное. Ну чё, проверяем нашу теорию. Работает она или нет. Теперь этот грузовик отправляем в наш ларёк непосредственно. И да, это сработало. Чёрт возьми, это сработало. Хе-хе-хе. Так, ну ладно. Раскладывать по полкам это не про меня. Это точно не про меня. Пускай лежит тот. Всё равно я буду знать, где тот или иной продукт. А вообще можно прямо в ящиках хранить. Слушайте, это хороший вариант. Жаль. О, можно повернуть, но... Не совсем удобно поворачивается. Так-то. Я могу вот, ну... Вот так поворачивать. В другой плоскости нет возможности. Хотя... Не. Ничего. Хрень получается. Окей. Ну, ящик, ты чего? Тебя скоро продадут вместе с хлебом. Ты должен быть рад и счастлив... Да какого чёрта ты застреваешь-то? Ну хватит, хватит. Ты что не хочешь отправиться в любящую семью молодую? А? Пивко с колбасками. Давайте, давайте. Ведите себя, как взрослые ребята. Вас ждёт великая жизнь. В животе одного из моих любимых покупателей. Ну, конечно, когда они придут, обратят на вас внимание, на таких красавцев. Ой, какая загорелая, румяная сосисочка копчёная. Вот её-то я положу на полочку. Такую грех не положить, я ей горжусь. Да любой бы гордился на моём месте. Такс, ещё одна колбаска. Чтобы тебе скучно не было, моя дорогая. Теперь вам будет весело. И хлебушек, а? Ну, какая композиция? Настоящий натюрморт. Можно посадить напротив с мольбертом художника, и пускай зарисовывает вот это превосходство. Вот эту прелесть. Ну, произведение искусства ведь, а? Ещё рядом квасика поставить? Или чего-нибудь покрепче? О? Что уже вроде бы как бы и близко к квасу, но уже не квас. Так, о! Одобряю. Давай. Хорошо. Деньги платит он хорошие. А рейтинг остаётся на одном уровне. Блин. Так, чё с хлебом? 67 процентов. Чёрт возьми. 34. Хлеб скоро пропадать начнёт. И как быть? Как дольше его хранить? Ну, явно не в холодильнике. Может, на полках он хранится лучше? Ну, я сомневаюсь в этом очень сильно. Э, да. Я перестарался с заказом продукции. Люди просто разбежались и не хотят ничего покупать. Я могу обанкротиться такими темпами, люди! Ну, купите сосиску хотя бы одну. Ну, это вообще-то сарделька, да? Если быть точным, это больше сарделька. Ну, или колбаса. Колбаса, да, во! Я так и знал, что ты придёшь, братан! Ты услышал мой зов колбасный! Молодец! И ты? Ай, пошёл вон! Ничего ты не понимаешь в высших материях, в настоящем искусстве. Как и ты, в общем-то. Какие-то бездари живут в этом городе. Необразованные неандертальцы. Как можно пройти мимо этого? Я... Я не могу даже об этом говорить. Тяжело, тяжело даже думать об этом. Что у людей, у этих в головах? Ну, надо ещё хотя бы что-то продать. Ну, пожалуйста. Может, целые цены действительно влияют, а? Их либо понизить нужно на единицу, на двоечку везде. Либо, я не знаю. Колбаса, колбаса. Блин, а вот две порции колбасы я вряд... Хотя нет. Хотя нет. Я продам ещё колбаску тебе. По тридцатке, ничего себе, конечно. До свидания. Круглый хлеб. Давайте с пола возьмём круглый хлеб. Вот этот, он практически пропал. Надо его отдать. Так-с. Ещё одну пачку круглого хлеба. Пачку круглого хлеба, на. До свидания. И на этом, друзья, пожалуй, пока остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Такая вот простенькая, забавная игрушка. Ну, люблю я всякие симуляторы, но ничего не могу с собой поделать. Как пять лет назад любил, как шесть, так и сейчас. До новых встреч, всем удачи, пока. Будьте счастливы.